Уважаемые коллеги! Мы с огромным удовольствием, я и Анастасия Семеновна, мы будем выступать в роли председателей. Скажите, пожалуйста, защитившихся со своими работами здесь еще нет. Уважаемые коллеги, учитывая, что у нас 6 выступающих, у нас полтора часа времени, которые пролетят мгновенно, максимум на докладчика будет 15 минут. Лучше, если этот доклад будет в районе 12 минут, и мы еще сможем выяснить какие-то вопросы, потому что, судя по названиям, действительно работы очень интересны, которые требуют своего обсуждения. Итак, позвольте, мы тогда начнем. Первая работа Марии Евгеньевны Королева, Нижний Новгород. Существует ли идеальный блокатор реминино-ангиотензиновой системы для коррекции артериального давления у больного Хоббл? Действительно существует? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Возьмите микрофон, возьмите, говорите в него. У вас 12 с половиной минут. Добрый день, уважаемые коллеги и члены президиума. Тема моего сообщения была уже озвучена. Начать бы я хотела с вашего разрешения, с напоминания о существующих современных рекомендациях по лечению и диагностике артериальной гипертензии. Что касается отечественных рекомендаций, то целями современной терапии является следующее. Непосредственно я хотела бы напомнить о целевых уровнях артериального давления. В общей популяции эти цифры равны меньше 140 на 90 мм втутного столба. И нижняя граница, до которой мы должны и не можем ниже этих цифр снижать, равна 110 на 70 мм втутного столба. Что касается последних американских рекомендаций по лечению артериальной гипертензии, то здесь есть некоторые изменения непосредственно в классификации. Нормальным артериальным давлением является давление меньше 120 на 80 мм втутного столба. Повышенным давлением – давление 120-129 мм втутного столба. И диастолическое – меньше 80 мм втутного столба. Также изменения в классификации степеней. Первая степень гипертензии – систолическое давление 130-139 мм втутного столба или диастолическое от 80 до 89 мм втутного столба. Вторая степень – систолическое не менее 140 мм втутного столба или диастолическое не менее 90 мм втутного столба. Если данные уровни попадают в разные категории, то будем считать по самому высокому давлению. Также осталась изолированная артериальная гипертензия по систолическому давлению. Впервые разделили пороговые и целевые уровни артериального давления. Хочется напомнить, что целевое артериальное давление – это те цифры, от которых мы будем начинать тетровать антигипертензивные препараты. И оно равно меньше 130 на 80 мм тутного столба. И пороговое значение – это те цифры, от которых мы будем назначать препараты. Оно меньше 140 на 90 мм тутного столба. Что касается фармакотерапии, то каких-то особых изменений не произошло. По европейским рекомендациям классификации клинического артериального давления, по последним европейским рекомендациям, она осталась прежней. Диагностические критерии артериальной гипертонии такие же остались. Клиническое артериальное давление больше или равно 140 мм, систолическое или диастолическое больше или равно 90 мм тутного столба. Относительно суточного мониторирования артериального давления изменений также не произошло. Когда же мы будем назначать гипотензивную терапию? Всем больным при артериальном давлении выше 140 на 90 мм штутного столба, уровень доказательности 1А. И пациентам с высоким нормальным артериальным давлением, 130-139 на 80-85 мм штутного столба, при наличии очень высокого сердечно-сосудистого риска, особенно при наличии ишемической болезни сердца. Таким образом, целевые уровни артериального давления следующие. При возрасте меньше 65 лет рекомендовано достигать целевого артериального давления меньше 130, желательно 120, при возрасте старше 65 лет или равному таковому 130, но до 140. И также отмечается, что не следует снижать давление у всех пациентов ниже 120 на 70 мм штутного столба. В качестве базы в антигипертензивной терапии сохраняются 5 классов препаратов. Они все те же. Таким образом, целями современной терапии артериальной гипертензии остается защита органов мишеней, коррекция всех модифицируемых факторов риска, снижение артериального давления до целевого уровня, лечение сопутствующих заболеваний. Таким образом, мы попытаемся добиться максимального снижения риска сердечно-сосудистых осложнений и смерти от них. Несмотря на достижение влечения артериальной гипертензии, доля пациентов, у которых удается достичь целевых цифр артериального давления, остается недостаточной. Особенно это касается пациентов с сопутствующими заболеваниями. А именно у данной категории пациентов должен быть строгий контроль артериального давления, так как неконтролируемая или недостаточно контролируемая артериальная гипертензия приводит к повышению, к еще большему добавочному повышению уже имеющегося риска сердечно-сосудистых осложнений. Существует крупный метаанализ исследований по артериальной гипертензии, включающий в себя 123 исследования, в котором доказано, что снижение систолического артериального давления на 10 мм штутного столба снижает риск сердечно-сосудистых осложнений. Я же в своем сообщении хочу обратить ваше внимание на такую коморбидную патологию, как артериальная гипертония и ХОБЛ. И по заявлениям Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время известно, что 65 миллионов человек в мире страдает хронической обструктивной болезнью легких, средне-тяжелого и тяжелого течения. И умирает, как правило, за год около 3 миллионов человек, что соответствует пяти причинам смерти от всех причин имеющихся. Распространенность ХОБЛа в мире среди мужчин от 6 до 14%, среди женщин от 5 до 11%. О распространенности в России ХОБЛа говорит на глобальное исследование БОЛТ, в котором средне-тяжелое и тяжелое течение ХОБЛа среди лиц старше 40 лет встречалось в 10,1 плюс-минус 4,8% случаев. Популяционно-эпидемиологическое исследование ГАРД, включающее в себя 7164 человека из 12 регионов Российской Федерации, средний возраст которых состоял в 43,4 года, продемонстрировало распространенность ХОБЛ среди лиц с респираторными симптомами практически в 22% случаев, а среди лиц общей популяции практически в 15% случаев. Динамика общей заболеваемости населения в возрасте старше 18 лет в Российской Федерации хорошо показывает вот это исследование на 100 тысяч соответствующего населения. Таким образом, мы видим динамику роста данной патологии. И что касается лечения хронической обструктивной болезни легких у пациентов с сопутствующими заболеваниями, то в ГОЛ 2017 года отмечается, что наличие сопутствующих заболеваний не должно нарушать алгоритмы терапии ХОБЛ, а заболевания должны лечиться согласно стандартам, так как если бы у пациентов не было данной патологии. И также отмечается, что сердечно-сосудистые заболевания являются частыми и важными сопутствующими заболеваниями при ХОБЛ. Частота сопутствующей патологии у пациентов с ХОБЛ хорошо показывает исследование ТОРЧ, в котором также доля пациентов с данной сопутствующей патологией самая большая. Нами был также проведен ретроспективный анализ по историям болезни пациентов терапевтического отделения в городской клинической больнице номер 5 в 2016-2017 году, в которой включались пациенты и имели ХОБЛ в 688 историях болезни. Из них сердечно-сосудистая патология встречалась также чаще других заболеваний. И в частности гипертоническая болезнь была на первом месте. Таким образом, сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее важными заболеваниями у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, так как непосредственно оказывают влияние на выживаемость этой группы пациентов. Непосредственно артериальные гипертензии ХОБЛ представляют одно из самых частых коморбидных состояний в клинике внутренних болезней. И по мнению различных авторов, частота артериальной гипертензии в сочетании с ХОБЛ колеблется в широком диапазоне, составляя в среднем 34,3% случаев. Следует отметить, что при сочетанном течении артериальной гипертонии и ХОБЛ в условиях системного воспаления и гипоксии происходит более ранняя активация симпатодреналовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Дисфункция эндотелия, гиперактивация форменных элементов клеток, чем при изолированном течении. В соответствии с этим, с более ранней активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой системы требуются препараты, которые будут подавлять ее активность. И по национальным рекомендациям клиническим по диагностике и лечению пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и артериальной гипертонии 2017 года данными препаратами являются блокаторы РААС, а именно ингибиторы АПФ и сортаны. Хочу напомнить, что рациональные комбинации лечения гипертонической болезни остаются прежними. Так перед нами встает вопрос, что же выбрать для лечения артериальной гипертонии у пациентов с ХОБЛ. И в настоящее время нет однозначного ответа, к какому классу препаратов из блокаторов отдать свое предпочтение. В связи с этим с нами сейчас в настоящее время проводится исследование, целью которого является сравнение гипотензивного и плеотропных эффектов блокатора ренино-ангиотензиновых рецепторов азилсортана и медоксамила, ингибитора АПФ, азинаприла у больных с сочетанием артериальной гипертонии и ХОБЛ. В данное исследование на данном этапе включено 49 пациентов. Все пациенты рандомизированы на две группы, сопоставимых по полу, возрасту, тяжести основного заболевания и сопутствующего заболевания. Деланы за артериальной гипертонии и ХОБЛ выставлялись в соответствии с общепринятыми критериями. Пациенты разделены на две группы. Первой группе назначался препарат из группы сортана, фазилсортана и медоксамил, так как более современный представитель этого класса. Второй группе назначался фазизинаприл, так как по многим источникам литературы на данный препарат возникает меньше всего побочных эффектов. Плюс ко всему он является липофильным препаратом с двумя путями введения. На первом этапе всем пациентам проводилось полное клиникоинструментальное исследование, в частности суточное мониторирование, исследование эхокардиоскопии сердца, а в частности исследовалось среднее давление легочной артерии, исследовались показатели функции внешнего дыхания и проводилось исследование функции эндотелия как с помощью клинических, так и инструментальных методов исследования. На втором этапе также проводился мониторинг всех этих показателей. Следует отметить, что в первой группе пациентам назначалась доза препарата 40 мг и не изменялась до конца исследования, а во второй группе пациентам назначалась доза 20 мг, но троим пациентам к концу исследования пришлось увеличить дозу препаратов до 40 мг, чтобы достичь целевых уровней. Еще следует отметить, что все пациенты до включения исследования принимали какой-либо ингибитор АПФ вместе с гидрохлортиазидом в дозе 12,5 мг, но достичь целевого уровня не удалось, поэтому все ингибиторы им были отменены и назначены другие препараты. Таким образом, хочется сказать, что в первой группе, я обращу свое внимание только лишь на давление, на уровне давления, в первой группе препарат, в первой группе пациентам, которым назначался медоксамил, зилсортан и медоксамил, исходное систолическое артериальное давление было выше целевого значительно и составило данные показатели были следующие 156,2 плюс минус 18,3 мм рт. столба, диастолическое 95,8 плюс минус 17,2 мм рт. столба. Во второй же группе с фазинаприлом систолическое давление 162,9 мм рт. столба плюс 26,3 мм рт. столба и диастолическое 92,1 плюс минус 11,3 мм рт. столба. Хочется отметить то, что через 4 недели исследования 20 пациентам в первой группе, это 20 человек, удалось достичь уже целевых цифр артериального давления в группе азилсортана и медоксамила. И к концу второго месяца целевой уровень артериального давления имели все пациенты в данной группе. Кроме этого, также отмечалось снижение вариабельности систолического и диастолического артериального давления по суточному мониторированию артериального давления. Во второй группе достичь целевых цифр удалось не всем пациентам, их было всего 23. Оставшимся троим после второго месяца исследования была доза препарата увеличена. И также удалось добиться быстрого снижения артериального давления и достичь целевых цифр. По суточному мониторированию также была снижена вариабельность систолического и диастолического артериального давления. Кроме того, в первой и второй группе пациентов также часть пациентов, которые имели утренний подъем артериального давления, был снижен. В первой группе это 13 человек, в второй группе 16 человек, вот на данный момент исследования проводимого. Что касается среднего давления в легочной артерии, то исследования сейчас еще подсчеты проводятся, но на промежуточном этапе также мы видим приближение к нормальным значениям. Что касается эндотелия зависимой вазодилатации, то к шестому месяцу у данной группы пациентов также мы видим положительную динамику. Что касается функций внешнего дыхания, эти данные сейчас расчеты у нас проводятся, но хочется сказать то, что достоверных каких-то изменений подбронходилатационного увеличения ОФВ1 нет явных этих изменений, но положительная динамика. То есть увеличение все-таки у ряда пациентов есть. Таким образом можно сделать следующие выводы, что при сравнении двух исследуемых групп у больных артериальной гипертензии, сопутствующих ХОБЛ, легкой и средней степени тяжести. Использование в качестве основного антигипертензивного средства как блокатора ренина-ангиотензина-альдостроновых рецепторов, азилсортана-мидоксамила, так и ингибитора АПФ-азинаприл позволяет добиться у большинства пациентов быстрого и оптимального контроля артериального давления. Однако при сопоставимом влиянии лекарственных препаратов этих двух классов на уровне артериального давления азилсортана-мидоксамил в большей степени, чем фазинаприл, оказывает положительное влияние на профиль артериального давления у пациентов. Это было продемонстрировано во второй таблице в динамике. А также более значимо влияет на функцию эндотелия и легочную гемодинамику. Это отсроченные палеотропные эффекты. И можно сделать следующие выводы, что идеальный препарат для лечения артериальной гипертензии у пациентов с бронхолеболёгочной патологией, в частности хронической обструктивной болезни лёгких, должен обладать следующими эффектами. Он должен эффективно снижать артериальное давление, должен адекватно контролировать давление как в ночные, так и ранние утренние часы. Должна быть, безусловно, совместимость препаратов с базисными средствами лечения хронической обструктивной болезни лёгких. Так как все наши пациенты изначально, до включения в исследование и на протяжении всего исследования, они получали терапию эмхолинолитиком короткого действия и протропиабромидом, или же комбинированными препаратами, такими как абердуал или же ультибра. Также должны отсутствовать эффекты, ухудшающие вентиляцию лёгких, положительно влиять должны на гемодинамику малого круга кровообращения, оказывать выраженные кардио- и вазопротективные эффекты, и вместе с этим оказывать влияние на патогенетические звенья формирования коморбидной патологии артериальной гипертонии и хобл. Спасибо за внимание. Великолепную презентацию, просто скромный совет на будущее, просто это придёт с опытом. Вы очень много знаете, и всех ваших знаний не хватит даже на полуторачасовой доклад. Вы половину своего доклада съели обзором, хотя в целом, опять ещё раз повторюсь, это никоим образом не критика. Очень короткий вопрос, максимально коротко. Вы говорите, что у вас фазинаприл уступает азилсартану по гипотензивному действию при прочих равных факторах. Может, просто неадекватная дозировка? Спасибо большое за вопрос. Коротко. Да. Хочется разъяснить, что, безусловно, целевые уровни артериального давления были достигнуты на обоих препаратов, только лишь маленькое измельчание, что на азартанах это произошло гораздо быстрее. И диатротные эффекты они проявились, ну, проявились ещё дальше, потому что продолжаем своё исследование, да, будем смотреть, как и что. Но в целом, вероятность всего, что вы правы. Великолепно. Спасибо большое. Действительно, действительно, мы получили присутствующие, получили огромное эстетическое удовольствие. Дай Бог, дай Бог вам успехов. И давайте же сразу спасибо большое, занимайте своё место. Анастасия Семёновна, у вас есть вопросы к докладчице? Нет, спасибо. Так, тогда мы продолжим. Следующий доклад. Нижний Новгород. Как неудивительно. Ирина Владимировна Полякова. Особенности центральной гемодинамики у больных хроническим гламированием нефритом с артериальной гипертензией на разных стадиях хронической болезни почек. Изумительная тема. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Итак, тема была уже озвучена. Хотелось бы коснуться актуальности данной проблемы. Известно, что среди всех лиц, имеющих симптоматическую артериальную гипертензию АГ, её причиной более чем в 50% случаев являются паренхематозные заболевания почек. И наиболее часто среди паренхематозных заболеваний почек встречается первично хронический гламирол нефрит АГН. В России именно эта патология признана ведущей в развитии терминальной почечной недостаточности и, соответственно, выходе пациентов на диализ. По мере развития и нарастания почечной недостаточности при ХГН возрастает частота артериальной гипертензии. В свою очередь, артериальная гипертензия сама является фактором прогрессирования заболевания. И, как сказал ещё уважаемый наш нефролог Отечественный Тореев в своей монографии в 1948 году, что АГ – это почечный яд. Больные хроническим гламирол нефритом имеют высокий и очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Именно сердечно-сосудистая патология является причиной гибели таких больных. Соответственно, весомый вклад в это вносит именно артериальная гипертензия. Периферическое артериальное давление в плечевой артерии может не отражать реального артериального давления в восходящей аорте вследствие феномена амплификации. Феномен амплификации был описан в 1939 году и выражает слияние отраженной прямой пульсовой волны, за счёт чего давление на плечевой артерии в норме примерно в полтора раза выше, чем давление в центральной аорте. Именно центральное артериальное давление, ЦАД, является интегральным показателем, отражает состояние всего сосудистого русла и более точно описывает нагрузку на левый желудочек. Итак, целью данного исследования было изучить показатель центральной гемодинамики у больных хроническим гламирол нефритом с артериальной гипертензией на разных стадиях хронической болезни почек, ХБП. Было обследовано 100 больных хроническим гламирол нефритом на базе нефрологического отделения и отделения диализа и гравитационной хирургии крови на базе Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко. У данных пациентов диагноз был подтвержден морфологически с помощью метода нефробиопсии. Исследование было одобрено локальным этическим комитетом. Среди исследуемых средний возраст составил 44,7 плюс-минус 11 лет, было 56 мужчин и 44 женщин. У пациентов производились расчеты скорости клубочковой фильтрации в мл в минуту на 1,73 м2 по формуле СКДП и оценка стадии ХБП по классификации КИДУКИ. Таким образом, были получены группы пациентов с хроническим гламирол нефритом по 20 человек на каждой стадии ХБП. Это первая, вторая, третья, четвертая и пятая стадия, на которой пациенты уже получают заместительную почечную терапию методом программного гемодиализа. Поэтому она звучит как пятая Д-стадия. Соответственно, от 100 человек каждая группа составляла по 20%, но в каждой группе было разное количество человек, имеющих артериальную гипертензию. Оно увеличивалось, начиная от первой и заканчивая пятой стадией. Среди пациентов с хроническим гламирол нефритом на ХБП-С1 имели артериальную гипертензию 10 человек, ХБП-С2 — 14, ой, прошу прощения, ХБП-С3 — 17, на четвертой стадии 18, и, наконец, на пятой диализной все имели уже артериальную гипертензию пациента. Итак, оценка показателей. Центрального артериального давления проводилась с помощью прибора амбулаторного мониторирования артериального давления, Депилаб, это производство Петр Телегин, Нижний Новгород. Анализ результатов проводился при наличии не менее 85% успешных измерений. Артериальное давление измерялось с интервалом в 15 минут в дневные часы и с интервалом в 30 минут в ночные часы. При расшифровке параметров, соответственно, время ясна и бодрствования коррегировалось, соответственно, дневникам пациента. Были измерены следующие параметры центрального артериального давления. Это среднее систолическое артериальное давление в аорте в течение суток, в дневные часы и в ночные часы в миллиметрах ртутного столба. Среднее диастолическое артериальное давление в аорте также за сутки в дневные и в ночные часы в миллиметрах ртутного столба. среднее пульсовое АД в АОРТе в течение суток мм штутного столба и степень ночного снижения систолического и диастолического артериального давления в процентах. Анализ полученных результатов выявил следующие особенности центральной гемодинамики у больных хроническим гламурным нефритом с АГ на разных стадиях АВП. На стадиях АВП С1-2 исследуемые показатели центрального артериального давления практически не отличались. Была замечена небольшая тенденция к увеличению диастолического артериального давления в АОРТе как в целом, так и в дневные и ночные часы при ХБП С2, однако достоверных различий выявлено не было. Вероятно, это связано с тем, что на начальных стадиях ХБП со скоростью клубочковой фильтрации более или равной 60 мл в минуту функция почек условно сохранна, и АГ хорошо контролируется приемом гипотензивных препаратов. Выше сказано демонстрировать данный слайд. Цифры артериального давления примерно одинаковые, что при ХБП С1, что при ХБП С2. Здесь я выделила параметры по диастолическому артериальному давлению в течение суток, днем, ночью. При ХБП С2, соответственно, оно несколько выше, чем при ХБП С1, но это недостоверность, это статистическая разница между ними. Было отмечено увеличение показателей систолического артериального давления как в течение суток, так и в дневные и в ночные часы, а также диастолического артериального давления, так же как и в течение суток, так и днем и ночью, у больных хроническим гламурол нефритом на стадиях ХБП с 3 по 5 Д. При этом выявлена обратная их коллекционная зависимость с расчетной скоростью клубочковой фильтрации, то есть чем ниже СКФ, тем эти цифры выше. При сравнении вышеуказанных параметров в группах с ХБП С1 и С2, с группой С4, а также ХБП С1, С2, С3, с группой ХБП С5, Д выявлены достоверные статистические различия. Таким образом, снижение фильтрационной способности почек способствует утяжелению артериальной гипертензии и уменьшению контроля над ней. На данном слайде приведены, опять же, все измеряемые параметры. И здесь мы видим, что действительно, чем тяжелее, чем больше стадия ХБП, тем выше и цифра артериального давления. Например, возьмем систолическое артериальное давление за 1 сутки с ХБП С1. Мы видим, что у пациентов оно составляет примерно 116, С2 примерно 115 мм. Тут на столовой, но они на гипотензивной терапии. При ХБП С3 уже 129, при ХБП С4 130 и при ХБП С5, Д 137. Соответственно, группы ХБП С1 и С2 имеют статистически достоверную разницу с группой ХБП С5, Д и ХБП С4. Кроме того, было выявлено уменьшение степени ночного снижения систолического и диастолического артериального давления при утяжелении стадии ХБП. Различие между степенью ночного снижения диастолического артериального давления на стадиях ХБП С1 и на стадии С2 при сравнении с группой ХБП С5, Д также было статистически достоверным. Недостаточная степень ночного снижения артериального давления связана с повышенным риском прогрессирования ХБП. Отмечена тенденция к увеличению пульсового артериального давления, но это мы наблюдаем больше на стадии ХБП С5, Д, что может быть обусловлено более высоким приростом систолического артериального давления по сравнению с диастолическим. Эти данные косвенно свидетельствуют о том, что у больных хроническим гламерол нефритом при прогрессивной почечной недостаточности увеличивается такая характеристика, как артериальная жесткость. Опять мы возвращаемся к данному слайду, но уже к нижней его части. Пульсовое артериальное давление. В принципе, в группах ХБП С1 по 4 практически незначительная разница, но ХБП С5, Д все-таки циферка повыше, но без статистически достоверных данных. Пульсовое артериальное давление является косвенным свидетелем возрастания артериальной жесткости. И цифра степени ночного снижения систолического и диастолического артериального давления. Соответственно, есть тенденция к уменьшению и по степени снижения систолического артериального давления, но без статистически достоверных результатов. По степени жидиастолического артериального давления На ХБП-С1 мы видим 14, на ХБП-С2 – 13, это в принципе нормально, это диппер. ХБП-С4 – 11, а ХБП-С5 уже 8,5. И есть статистическая достоверная разница между ХБП-С1 и ХБП-С5, и между ХБП-С2 и ХБП-С5. Таким образом, показатель центрального артального давления у больных с хроническим гламиром нефритом, имеющих артериальную гипертензию, имеет свои особенности в зависимости от стадии ХБП. У этих больных отмечается утяжеление артериальной гипертензии при прогрессировании почечной недостаточности, выявляемое при скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл в минуту. При утяжелении стадии ХБП у лиц с хроническим гламиром нефритом и АГ, показатель центральной гемодинамики косвенно свидетельствует об увеличении сосудистой жесткости. Помимо самой артериальной гипертензии, в случае с группой хронического гламиром нефрита больных, это может быть обусловлено такими факторами, как уровень провоспалительных цитокинов, как величина протеинурии, альбуминурии. То есть это не только традиционно, это так называемые почечные факторы и требуют дальнейшего изучения. Начальные стадии ХБП, это первая и вторая, со скоростью клубочковой фильтрации более или равной 60 мл в минуту, при хроническом гламиром нефрите отличаются показателями центрального артериального давления близкими к нормальным или нормальными. Это может быть обусловлено в целом хорошим ответом артериальной гипертензии на лечение не только гипотензивными препаратами, но и в целом патогенетическое лечение хронического гламиром нефрита. Поэтому очень важным является современная диагностика хронического гламиром нефрита и назначение ранней нефропротективной терапии, гипотензивной терапии в том числе, а также иммуносупрессивной терапии по показаниям. Спасибо за внимание. Гипотензивной терапии 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 но это никоим образом не умолило ваших достоинств, поэтому спасибо большое, и действительно, в общем, это было великолепно. Следующий доклад, пожалуйста, город Арзамас, Татьяна Петровна Илюшина. Клиническая эффективность и безопасность разных видов пульсовережающей терапии у больных с коморбидной сердечно-легочной патологией. Великолепная тема. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые президиумы, уважаемые коллеги. На мой взгляд, очень актуальная тема клинической эффективности и безопасности разных видов пульсовережающей терапии у больных с коморбидной сердечно-легочной патологией, а именно ишемическая болезнь сердца и бронхиальная астма. Частота встречаемости с отчетанной патологией ишемической болезни сердца и бронхиальной астмы составляет от 6 до 34%. Антиангенальными препаратами первого ряда при ИБС бронхиальной астме являются антагонисты кальция. Однако многочисленными исследованиями подтверждено, что недигидроперидиновые антагонисты кальция у больных ИБС и ХСН, оказывая хороший антиангенальный эффект, увеличивают сердечно-сосудистую летальность, таким образом ухудшают прогноз. А вот применение бета-адреноблокаторов предупреждает развитие ишемии, миокардии и нарушения сердечного ритма, а также значительно уменьшает частоту осложнений и улучшает прогноз жизни пациентов. По рекомендациям в лечении стабильной стенокардии терапией первой линии выступают бета-адреноблокаторы. Также в европейских рекомендациях при лечении ХСН пациентов тоже первой линии выступают бета-адреноблокаторы. Уже есть единичные исследования, которые доказывают, что кардиоселективные бета-адреноблокаторы, назначаемые при легких и умеренных формах бронхиальной астмы, не приводят к развитию значимых побочных эффектов, поэтому прием этих препаратов, в принципе, прекращать не надо. Целью нашего исследования явилось сравнить пульсорежающий эффект, влияние на эктопическую активность миокарда, а также безопасность терапии бета-адреноблокатором биспрололом, антагонистом кальциевиропамилом и комбинацией биспролол с амладипиновым больных ИБС в сочетании с бронхиальной астмой, легкой, среднеперсисирующей течении, контролируемой. Методом свободного конвертирования было отобрано 90 пациентов ИБС и бронхиальной астмы, разделены на 3 равные группы по 30 пациентов. Первая группа пациентов принимали биспролол в суточной дозе 5 мг, вторая группа пациентов принимали веропамил в суточной дозе 240 мг, и третья группа пациентов принимали комбинацию конкора и амладипин, фиксированной в суточной дозе 5 плюс 5. Пациентам проводилось исследование электрокардиограммы, суточный ЭКГ-монитор, везде сердца и функции внешнего дыхания. По электрокардиограмме исходно через 4 недели и 6 месяцев лечения отмечена положительная динамика частоты серии сокращений у всех трех групп пациентов, однако лидирующей позицией занимает группа, которые принимали комбинированный препарат конкор и амладипин. По данным суточной ЭКГ-мониторирование также исходно через 4 недели и 6 месяцев лечения наджелудочкой экстрасисталии и желудочкой экстрасисталии достоверно уменьшаются у пациентов, принимающих комбинацию конкор и амладипин по сравнению без амладипина. Это объясняется тем, что антагонисты кальция обладают некоторыми палеотропными эффектами, тем самым снижает эктопическую активность миокарда. Это можно доказать тем, что снижается среднее давление в легочной артерии по ЭХКС. В данном исследовании у группы, принимающей комбинацию конкор и амладипин, по сравнению с группой, принимающей конкор и веропамил. Также по исследованию функции внешнего дыхания, исходно через 4 недели и 6 месяцев, отмечается положительная динамика у исследуемых групп. Терапия по бронхиальной астме не менялась, и улучшение идет за счет лучшего лечения ишемической болезни сердца, и клинически больные отмечали уменьшение одышки. Из побочных явлений через 4 недели у двух мужчин, первой группы, которые принимали конкор, отмечалось субъективное небольшое усиление одышки и кашля. Однако при аускультации хрипы не регистрировались, и у трех женщин, третьей группы, принимающей конкор и амладипин комбинацию, отмечалась небольшая постульность лодыжек, что, однако, не потребовало отмена назначимого препарата. А вот через 6 месяцев прием лекарственных средств у всех трех групп побочных явлений зарегистрировано не было. Поэтому можно сделать выводы. У пациентов с ишемической болезнью сердца и сопутствующей бронхиальной астмой легкой и средней степени тяжести полностью контролируемые все три вида пульсовережащей терапии не оказывают отрицательного воздействия на бронхиальную проходимость. И терапия с включением бета-адреноблокатора, бисепролола и его комбинацией с амладипином, в отличие от веропомила, достоверно снижает частоту сердечных сокращений и достоверно снижает количество наджелудочковых и желудочковых экстрасистов. Спасибо за внимание. Огромное спасибо. Уважаемые коллеги, опять, к Татьяне Петровне, у кого есть вопросы, прямо на поверхности лежит самый главный вопрос. Есть кто-то озвучит его вслух? Да нет, так как же, почему же? Амладипин, который является, пусть длительного высвобождения дигидроперидиновым антагонистом кальция в комбинации с бета-блокатором, позволил добиться большего снижения пульса. Как вы это объясните? Ну, я думаю, во-первых, тем самым, адреноблодипин снижает давление лёгкочное, а с третьим за счёт этого, и плюс комбинация таких мощных препаратов, которые обладают антишемическим эффектом, обладают лёгкочные эффекты, то есть прибудет к более значимым эффектам. То есть правильно ли я понял, что поскольку всё-таки частота сердечных сокращений отражает в том числе и неблагополучие в организме, то обладает целым рядом дополнительных эффектов, данная комбинация воздействовала не сколько на сам субстрат частоты сердечных сокращений, сколько на те побочные, на эти сопутствующие состояния. Да? Правильно? За счёт этого. Анастасия Семеновна, будет у вас? Здесь как комментарий, что работа очень актуальная, перспективная, выполняется серьёзно, успех вам и в защите диссертации. И всё-таки, наверное, позвольте всё-таки ещё, учитывая, что у нас всё-таки данная сессия является всё-таки очень непрофессиональные докладчики, не часто приходится выступать, хотелось бы отметить, что вы очень спокойно, вы справились со своей паникой и действительно, действительно очень хорошо держитесь на сцене. И единственное, на что хочется обратить внимание, когда выступаем перед аудиторией, мы смотрим в аудиторию, а слайды стоят сзади. Это никоим образом не воспринимайте как замечание, даже многие у нас именитые лекторы так выступают, но всегда приятно, когда мы смотрим сюда, а на слайды мы не обращаем внимания, потому что мы знаем и показываем их туда. Но это чисто совершенно-совершенно косметически. Спасибо вам большое, мы получили огромное удовольствие. Объявите, пожалуйста, следующего докладчика. Тульчев Александр Алексеевич, Нижний Новгород. И тема. Особенности состояния сосудистой стенки у больных ревматоидным артритом с артериальной гипертензией. Мы вам поможем. Возьмите, пожалуйста, микрофон. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я хотел представить промежуточные результаты моей работы. В общем-то, хотелось начать с маленького, такого больше философского переживания. Дело в том, что сердечно-сосудистый континуум это тот яркий пример, когда мы наблюдаем течение, захват болезни всего организма, от фактора риска до непосредственной конечной точки, это смерти. Что касается ревматоидного артрита, он нам обычно известен поражением суставов, тяжелым в итоге поражением почек, остеопорозом до инвалидизации. Однако, в мире обстоит все по-другому. К сожалению, больные ревматоидным артритом умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. На данном слайде вы можете как раз-таки посмотреть, насколько чаще сердечно-сосудистые заболевания встречаются у больных ревматоидным артритом. Что касается острых сердечно-сосудистых катастроф, они встречаются в два раза чаще. Это, пожалуй, сравнимо с такими заболеваниями, как сахарный диабет и лимфогранулематоз, что является существенной проблемой. Где-то в конце, наверное, 20 века учеными было замечено, ну, по крайней мере, они изучали традиционные факторы риска, да, у больных ревматоидным артритом, и пришли к выводу, что, в общем-то, традиционные факторы риска несут определенную долю в развитии атеросклероза, но совершенно не объясняют его прогрессирование и распространение у больных ревматоидным артритом. С чем же это связано? Дело в том, что многие ученые сейчас, на сегодняшний момент, считают нужным выделить новую стратификационную структуру рисков. И среди этих рисков отмечаются специфически. Это активность, длительность и выраженность системных воспалений у таких больных. Почему к этому выводу, в общем-то, пришли? Да, дело в том, что на предыдущем слайде, да, видно, что атеросклероз и ревматоидный артрит связаны между собой патогенетическими цепями. При том, артериальная гипертензия, как традиционный фактор риска, у таких больных встречается практически в 70% случаев, что поразительно-поразительно. И с чем же она может быть связана? Много патогенетических звеньев могут связать артериальную гипертензию и аутоиммунное воспаление. Среди них это симпатика тания, препараты, применяемые, и само хроническое аутоиммунное воспаление. В принципе, все звенья можно видеть на схеме. Да, наш корифей Николай Иванович Пирогов, он, в общем-то, высказал когда-то эту мысль, и, по-моему, она является сакральной, и никто не переубедит в ней нас. Будущее принадлежит медицине профилактической. И действительно, заметьте, да, легче, естественно, экономически и социально профилактировать сердечно-сосудистые осложнения, чем их потом лечить. Так вот, ревматоидный артрит также не является исключением, и факторы этого риска нужно профилактировать. Каким образом? Нам нужно остановить атеросклероз, непрерывно прогрессирующий, аутоиммунное воспаление, которое непрерывно прогрессирует. Что касается того, как остановить этот атеросклероз, дело в том, что его надо найти. И найти его нужно на ранней стадии. Какой? Действительно, на стадии субклинических маркеров, к которым, в общем-то, на сегодняшний момент относят жесткость, как интегральный показатель сердечно-сосудистого риска, да, и риск сердечно-сосудистых заболеваний, эндотелиальную дисфункцию, как предстадии атеросклероза, так скажем, и, в общем-то, в общем-то, сам атеросклероз, если он присутствует. Все три метода, которые используются в рутинной практике, точнее, исследовательской практике, представлены на слайде. Цель настоящего исследования было изучить, а есть ли отличия у больных с ревматоидным артритом и артериальной гипертензией от больных с ревматоидным артритом и гипертонической болезнью. Что касается обследуемых больных, которые были взяты, в общем-то, в выборке сравнения основные, да, они были взяты на базе ревматологического отделения, кардиологического отделения областной больницы. Вы можете видеть на слайде, что взяты больные были эти, в общем-то, с высокой активностью заболевания. Большинство из них были серопозитивны, и стадии и стадии распространялись ближе к третьей и четвертой. Что исследовали у этих больных? Помимо общеклинического исследования, исследования проводили ультразвуковое исследование сонных артерий, изучали жесткость артерий, жесткость артерий, методом суточного монетарирования артериального давления. Представлены показатели, которые измерялись, о них поговорим чуть позже. Итак, какие получены были результаты? На данном слайде вы можете видеть существенное увеличение показателей жесткости у больных ревматоидного артрита и артериальной гипертензии. Притом, если сравнивать, соответственно, больных с ревматоидным артритом и гипертензией, эти числа достаточно отличаются, притом в худшую сторону. С чем это может быть связано? Пока не будем об этом делать вывод. Кстати говоря, скорость пульсовой волны была также существенно выше. Что касается выраженности атеросклеротического процесса у таких больных, толщина интимомедии у таких больных была выше, как и, собственно, распространение бляшек в сонных артерий. Притом, что немаловажно, заметьте, 15% содержали бляшки. И как без гипертензии ревматоидного артрита. И как больные с гипертонией. Что касается среднесуточных показателей ригидности и их зависимости от этих специфических так называемых факторов риска для ревматоидного артрита. Я имею в виду активность воспаления. Посмотрите, посмотрите. В зависимости от увеличения активности у больных с ревматоидным артритом росли и показатели жесткости. Что должно навести на мысль, что ревматоидное аутоиммунное воспаление вносит какой-то определенный вклад в развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь показан корреляционный анализ связи показателей активности, длительности и маркеров ригидности. В общем-то, что касается статистически, результаты достаточно разноплановые. Но между тем мы можем наблюдать положительные корреляции между показателем активности. Самая распространенная шкала – это DAS-28 и показателями жесткости имеется в виду оси. Оси – это, как известно, показатель риска ишемической болезни сердца, который напрямую зависит от поражения артерии атеросклерозом и поражения артерии фиброзом. Немножко практическая выкладка. Дело в том, что, учитывая того, что действительно сердечно-сосудистый риск распространен среди ревматоидных пациентов, ученые пришли к выводу, что необходимо подобрать оптимальный препарат для коррекции гипертензии и жесткости. К сожалению, работ таких достаточно мало. И многие из препаратов действуют противоречиво как на жесткость, так и, соответственно, на атеросклероз. Например, до сих пор спорят исследователи метатриксат действует положительно на жесткость или, наоборот, его ухудшает. Сейчас череда работ в основном посвящена ему. Ну и, естественно, ингибитор фактора некроза опухоль полностью устраняет аутоиммунное воспаление и действует положительно. Что касается бета-адреноблокаторов с дополнительной активностью и диуретиков, также мнения остаются противоречиво. Ну вот, есть очень много положительных, так скажем, отзывов и исследований о дегидроперидиновых антагонистах кальция. Где-то в 2017 году вышла статья у Кабалавы об антиангенальном и противоатросклеротическом действии антагонистов кальция. То же самое, да, о эндотелиальной дисфункции. Дисфункции тоже рассматриваются. Класс препаратов, но, к сожалению, к сожалению, опять-таки, таких работ достаточно мало. Таким образом, таким образом, в сфере, в общем-то, предотвращения атеросклероза, его раннего развития и прогрессирования, ученым и исследователям, современным кальтриологам еще придется работать достаточно долго. Итак, заключение. Что же показали промежуточные результаты? Мы наблюдаем повышение ригидности у больных по сравнению с лицами без гипертензии. Мы наблюдаем и по сравнению с гипертонической болезнью повышение ригидности. Мы видим более выраженные атеросклеротические процессы у больных с комбинацией ревматоидного артрита и гипертензии. И отмечаем все равно достоверные коллекционные связи между активностью воспаления и изменением сосудистой стенки. Что можно констатировать в заключении? Нельзя отбрасывать аутоиммунное воспаление у больных ревматоидным артритом. Оно весомо и существенно. В этом направлении нам предстоит работать. Спасибо за внимание. Александр Алексеевич, спасибо. Доложили все четко и ясно. Уложились во время. У аудитории есть вопросы? Вопросов нет. Да, Алексей Олегович. Хотелось бы сказать блестяще. На самом деле великолепно. И великолепный материал. И на самом деле, конечно, это объект для большой работы. Действительно очень интересно. Сами вы во что верите? Что повлияет лучше всего из тех препаратов, которые вы перечислили? На самом деле, в общем-то, это промежуточные результаты. Но на данном этапе мы исследуем антагонисты кальция, как, в общем-то, профилактирующие раннюю ригидность и ранний атеросклеротический процесс. В данном случае, ну, могу сказать, препарат не трензитин. В принципе, результаты положительные получены. Но только выборка три месяца. Надо еще 6-15. Так что считать и считать. Великолепно. Посмотрите еще, как в комбинации со статинами огромное количество работ, где описано потенциирование действий. Но это вы прекрасно сами разберетесь. Действительно здорово. Действительно великолепно. Молодцы. Молодцы. Аплодисменты вам. Конечно. Здорово. 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 Итак, следующий у нас докладчик. Милютина Марина Юрьевна. Город Нижний Новгород. Совместный доклад с Вахламовым. Да, извините, я не знаю имя, отчество. Но тем не менее. Вам микрофон, вам переключатель. Спасибо. Уважаемые коллеги, сегодня хотел бы представить вашему вниманию доклад на тему особенностей ремонделирования миокарда у больных обструктивными заболеваниями легких в условиях хронической гипергликемии. В настоящее время обструктивные заболевания легких рассматриваются как проблема мирового масштаба. Так, хобл стабильно занимает третье-четвертое место в структуре общей смертности по всему миру. Что же касается бронхиальной астмы, то несмотря на снижение смертности, она продолжает оставаться одним из самых распространенных хронических заболеваний человека. При этом продолжает наносить серьезный экономический ущерб, являясь причиной неблагополучия в семье. В настоящее время одной из актуальных проблем современной пульмонологии является коморбидная патология. Это связано с тем, что сопутствующая патология значительно отягощает состояние легочного больного, видоизменяет течение основного заболевания, очень существенно влияет на проводимые лечения и прогноз пациентов, кроме того считается независимым фактором риска летальности и наносит значительный экономический ущерб. Интерес многих исследователей в настоящее время привлекает в сочетание абструктивных заболеваний легких и сахарного диабета. Анализ соотечественной и зарубежной литературы показывает, что данные о взаимной регистрированности данных патологических состояний очень сильно разнятся, как видно из этого слайда, от 2 до 40%. При этом известно, что сердце является органом-мишенью как для абструктивных заболеваний легких, так и для сахарного диабета. Так, например, показано, что у пациентов с ХОБЛ, даже легкого и средне-тяжелого течения, снижение ОФВ-1 на каждые 10% увеличивает риск сердечно-сосудистой смертности на 28% и риск нефатальных коронарных событий на 20%. С другой стороны, пациенты с сахарным диабетом второго типа в 3-4 раза чаще погибают от сердечно-сосудистой патологии, чем лица без метаболических нарушений. Кроме того, существует мнение о том, что не только манифестный сахарный диабет влияет на развитие комарбидной патологии, но в том числе и ранее нарушение углеводного обмена, такие как нарушенный гликемийный ратнотощак и нарушенная толерантность к глюкозе, то есть про диабет. Учитывая актуальность данной проблемы, нами было проведено исследование, целью которого являлось оценить особенности ремоделирования миокарда у больных обструктивными заболеваниями легких на фоне гипергликемии. Для этого нами был проведен ретроспективный анализ 93-х историй болезни пациентов, которые находились на стационарном лечении по поводу обострения хронической обструктивной болезни легких или бронхиальной астмы. Из них были выделены две группы пациентов, которые были сопоставимы по полу, возрасту и продолжительности патологии легких. В первую основную группу были взяты все пациенты, которые имели диагностированные нарушения углеводного обмена. Их оказалось 35, что составило 37,6% от всех обследованных. Таким образом, можно сделать вывод о том, что более чем у трети пациентов с абструктивными заболеваниями легких имеется нарушение углеводного обмена. Что же касается структуры углеводных нарушений у данной группы, то в большинстве случаев был диагностирован сахарный диабет второго типа, это 77% больных, и реже нарушенная толерантность к глюкозе. Ну и в группу сравнения было взято 30 историй болезни пациентов, которые также были сопоставимы с первой группой по полувозрасту и продолжительности заболеваний легких. На данном слайде представлена более подробная характеристика больных, и видно, что возраст данных пациентов составлял выше 60 лет, и средняя продолжительность заболевания была в районе 10 лет. Во всех медицинских картах данных пациентов оценивалось наличие сопутствующей хронической патологии с оценкой модифицированного индекса Чарльлсон, а также оценивались параметры эхокардиографии. Но вот анализ коморбидной патологии показал, что преимущественными коморбидными состояниями у пациентов с обструктивными заболеваниями легких являются, конечно, сердечно-сосудистые патологии. При этом в первой группе чаще регистрировалась артериальная гипертензия, она была диагностирована у 82% пациентов. Во второй группе она также являлась преобладающей формой сочетной патологии, но регистрировалась несколько реже у 74% больных. Ишемическая болезнь сердца была диагностирована более чем у половины пациентов первой группы, и в группе пациентов, которые не имели нарушения углеводного обмена, она была выявлена реже у 56%. Что касается сложных нарушений ритма, то они встречались достаточно редко, но следует отметить, обращая на себя внимание тот факт, что фибрилляция предсердия в группе пациентов, которые имели нарушения углеводного обмена, встречалась в два раза чаще, чем у пациентов с обструктивными заболеваниями легких, которые не имели углеводных нарушений. То же самое касается и осложненных форм сердечно-сосудистой патологии. Хроническая сердечная недостаточность была выявлена более чем у 11% пациентов больных первой группы, против 6,7% больных второй группы. Также особое внимание следует уделить, что индекс коморбидности Чарльсон был достоверно выше у первой группы пациентов, составил 3,7 балла. В то время как у второй группы пациентов, не имеющих углеводное нарушение, он составил 2,5 балла. О чем это говорит? Это говорит о том, что у пациентов, которые не имеют углеводных нарушений, риск смерти в течение года составляет 26%, а вот у первой группы пациентов, которые имеют и обструктивные заболевания легких, и нарушение углеводного обмена, он составляет уже 52%. Теперь хотелось бы поговорить о показателях эхокардиографии. На данном слайде представлена сравнительная характеристика параметров правых отделов сердца. Что касается правых отделов сердца, то здесь мы не получили достоверных различий между этими группами, хотя можно отметить, что размеры правого предсердия были несколько больше, имели тенденцию к большему показателю у пациентов первой группы. Следует отметить, что размеры и правого предсердия, и правого желудочка были в пределах нормы, как у пациентов первой группы, так и у пациентов второй группы. Достоверные различия между этими группами наблюдалось по диаметру ствола легочная артерия, она была выше у первой группы больных. Что касается левых отделов сердца, то здесь уже были данные группы различались уже более наглядно. Мы получили тенденцию к увеличению к большему размеру левого предсердия у пациентов первой группы, то есть группы пациентов с нарушениями углеводного обмена. И также имелись достоверные различия в конечном систолическом объеме левого желудочка и имелась тенденция к увеличению колечного диастолического объема левого желудочка. Помимо этого, у пациентов первой группы такие показатели, как толщина задней стенки левого желудочка и толщина меж желудочка и перегородки были достоверно выше, чем у пациентов второй группы. И помимо этого, они превышали норму, тогда как у пациентов второй группы они находились на верхней границе нормы. Что же касается систолической функции левого желудочка, которая оценивалась по показателю фракции выброса, то этот показатель был в норме у обеих групп и не имел достоверных различий. Таким образом, можно сделать вывод, что у пациентов с обструктивными заболеваниями легких в сочетании с нарушениями углеводного обмена частота коморбидных состояний выше и среди этой коморбидной патологии преобладает сердечно-сосудистые заболевания. Помимо этого, у больных с обструктивными заболеваниями легких условий гипергликемии более ярко выражено ремоделирование миокарда, причем преимущественно левого желудочка, что в принципе можно объяснить тем, что у данной группы больных более часто встречается сопутствующая патология. Ну и также хочется сказать, что нарушения углеводного обмена ухудшают прогноз сопутствующей сердечно-сосудистой патологии у пациентов с обструктивными заболеваниями легких. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Марина Юрьевна, спасибо большое. Послушав вас, вспомнили наши перерывы, кофе-брейки, углеводы как раз у нас тут каждый день. Спасибо большое. Алексей Олегович, вопросы, аудитория. Очень интересная, актуальная проблема, тематика. Позвольте тогда, есть ли у вас вопросы к докладчику? Позвольте тогда, Марина Юрьевна, на самом деле, нет, на самом деле актуально, своевременно, современно и достойно, но вот все-таки по поводу формулировки условия хронической гипергликемии, сразу вспоминаются мыши, которым вводят сахар. Вот почему не сахарные диабеты, а не нарушение толерантности к глюкозе? Здесь мы попытались одним словом объединить, чтобы не загромождать тем, как мы решили, как выжить свои мышцы по хронической гипергликемии. Особенности русского языка. Скажите, пожалуйста, как много пациентов с сахарными диабетами нарушения толерантности к глюкозе получали адекватную гипергликемическую терапию? Как долго? Проводился ли такой анализ? Частично этот анализ проводился, и частота, вернее, продолжительность сахарной диабеты была разная, но она составила где-то в районе около 10 лет. Сколько адекватен контроль гликемии? Как вы оценивали, концентрация глюкозы или гликированный гемоглобин? Гликированный гемоглобин у всех пациентов данной группы был целевой уровень около 7, вернее, целевой уровень меньше 7%, и практически все они были около этого показателя. То есть они примерно были компенсированы по показателям сахарного диабета, то есть по уровню сахара. То есть, извините, я еще раз задам еще один наводительный вопрос. То есть они были в основе норма гликемии, получается, на фоне лечения? Провоцирую вас. Нет, они были все-таки чуть-чуть выше, больше 7, но ближе к этому показать. То есть я имею в виду, что они не были декомпенсированными, но где-то находились около целевых значений. Великолепно, спасибо вам большое. Вы замечательный докладчик, согласитесь, очень хорошо наши коллеги держались. И мы сейчас объявляем последний доклад. Татьяна Евгеньевна Кузнецова, будьте любезны. Доклад называется «Особенности вегетативного гомеостаза у больных хронической сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек». Уважаемые коллеги, тема представлена. Хроническая сердечная недостаточность продолжает неуклонно расти с года в год. В последние годы совершенствуется диагностика и подходы к лечению хронической сердечной недостаточности. Однако, несмотря на усилия современных методов лечения, она распространяется, ухудшая качество жизни пациентов, ограничивая их физические возможности. Таким образом, выработка эффективных методов диагностики, лечения и прогнозирования развития хронической сердечной недостаточности является одним из актуальных вопросов кардиологии. В свою очередь, распространенность нарушения функций почек при хронической сердечной недостаточности где-то по разным исследованиям от 25 до 60% колеблется. Нарушенная функция почек является важнейшим предиктором неблагоприятного прогноза у больных с хронической сердечной недостаточностью. При скорости клубочковой фильтрации ниже 60% риск смертности увеличивается в 2,1 раза. Функция почек оказывает большое влияние на прогнозы и исход хронической сердечной недостаточности. Принято считать, что при хронической сердечной недостаточности функция почек страдает из-за падения сердечного выброса и нейрогуморальной активизации. Нами было обследовано 110 больных на базе кардиологического отделения областной больницы Симашко. Из них 78 человек с хронической сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек. 32 имели хроническую сердечную недостаточность, но имели сохраненную функциональную способность почек. Средний возраст был около 64 лет в одной группе и 58 в другой группе. В результате в лабораторных методах исследования использована классификация хронической сердечной недостаточности и хронической болезни почек. Кроме того, мы для верификации хронической болезни почек определяли показатель цистатина С в сыворотке крови. Рассчитывали скорость колубочковой фильтрации по трем разным формулам MDR-10, KDP и по цистатину С. Кроме того, больным проводилось суточное мониторирование ЭКГ с анализом вариабельности синусового ритма сердца с помощью системы Астрокард. И также проводили исследования ЭКГ для оценки состояния сердца. В исследовании не включались пациенты, перенесшие острые нарушения мозгового кровообращения, инфаркарда, больные с мерцательной аритмией, частое экстезистолиз, сахарным диабетом, первичным заболеванием почек, трембром верхних конечных, алкоголизмом психическим заболеванием. Так как все эти заболевания скажутся в показателях вариабельности синусового ритма, то есть будет недостоверное. Лечение больных проводили согласно российским рекомендациям, период наблюдения за ним составил 2 месяца. Что мы получили? Признаки хронической болезни почек были выявлены в 39% случаев. При этом хронической почечной недостаточности у исследований больных выявлено не было. Значения креатинина и мочевины не превышали показатели нормы. Скорость клубочковой фильтрации, рассчитанная по креатинину крови по форме МДРД и СКДП, была ниже у пациентов с хронической болезнью почек. Но по показателю цистатины С, наличие хронической болезни почек у больных с ХСН подтверждало, что и скорость, рассчитанная по уровню цистатины С, что все-таки есть повреждения у пациентов с хронической креточной недостаточностью признаки хронической болезни почек. Кроме того, мы провели анализ по зависимости от функционального класса хронической креточной недостаточности. И нам было выявлено, что с утяжелением функционального класса уровень цистатины С также увеличился. Это согласовывалось с другими данными, которые мы получили при расчете скорости клубочковой фильтрации. Также было замечено достоверное снижение скорости клубочковой фильтрации с утяжелением функционального класса хронической креточной недостаточности. Особенно ярко это прослеживалось при расчете скорости по уровню цистатина С. Также проводили измерения показателей размеров левого желудочка сердца. У больных с хронической сердечной недостаточностью, имеющих признаки хронической болезни почек, было выявлено более выраженная гипертрофия миокарда левого желудочка по показателям толщины задней стенки и индексам массы миокарда левого желудочка. Показатели систолической и диастолической функции левого желудочка также выявили некоторые особенности. У больных с признаками ХБП определялось более выраженное снижение систолической и диастолической функции. При анализе временных показателей в реальности ритма сердца за сутки у больных было выявлено, что в сравнении с больными, имеющими сохранную функцию почек, происходило снижение показателей, что свидетельствовало о большем снижении вегетативных влияний на сердечно-сосудистую систему у больных, имеющих признаки хронической болезни почек. Также с утяжелением функционального класса у больных с признаками хронической болезни почек показатели вариабельности ритма сердца достоверно снижались. Кроме временных показателей, мы исследовали спектральные показатели вариабельности ритма сердца. Он согласовывался с временными, и у больных с признаками хронической болезни почек спектральные показатели оказались достоверно меньшими по сравнению со здоровыми лицами и больными с сохраненной функцией почек. При этом показатель вагосимпатического баланса у больных с хронической речной недостаточностью, имеющих признаки хронической болезни почек, был высоким, демонстрируя преобладание симпатических влияний. Анализ спектральных показателей за периоды дня и ночи у больных с признаками хронической болезни также свидетельствовал о преобладании симпатических влияний в ночные часы. При оценке корреляционных связей было установлено, что есть отрицательная зависимость между увеличением конечно-систолического размера и количественно-систолического объема со снижением таких показателей, как CDNN и DAN. Фракции выброса и ударного объема также снижались с уменьшением этих показателей. Толщина миокарда левого желудка возрастала, а фракция выброса снижалась при уменьшении следующих показателей CDN-NI, RMSD, NN-50, и они имели достоверную отрицательную корреляционную зависимость с показателями конечно-систолического размера и конечно-диастолического размера. Все это могло свидетельствовать об ухудшении систолической функции левого желудка на фоне снижения вегетативных влияний на сердце у больных с признаками хронической болезни почек. Также были установлены корреляционные связи спектральных показателей. Например, у показателей толщины задней стенки левого желудка, массы миокарда, КСР, КДР, конечные и исторические объемы, было замечено снижение низкочастотных показателей и высокочастотных показателей компонентного спектра. При уменьшении фракции выброса левого желудка у них снижалась общая мощность спектра, что это свидетельствовало о связи снижения вегетативных влияний у больных хронической сердечной достаточностью с хронической болезнью почек с формированием гипертрофии левого желудка и ухудшением его систолической функции. В свою очередь, показатель цистатина С крови имел обратную корреляционную связь со всеми временными показателями в реабильности ритма сердца. Скорость клубочковой фильтрации, также рассчитанной по цистатину С, снижалась с уменьшением временных показателей в реабильности ритма сердца. При этом показатель вагосимпатического баланса возрастал с увеличением уровня цистатина С у больных с признаками хронической болезни почек. Все это свидетельствовало о снижении вегетативных влияний у больных СН и ухудшении функционального состояния почек с преобладанием симпатических воздействий. Нами проводилась комплексная патогенетическая терапия и было установлено, что проводимая терапия улучшала состояние вегетативного гомеостаза в целом с увеличением парасимпатических влияний на сердечно-сосудистую систему и снижением симпатикотонии у лечившихся. В свою очередь, также проводимая терапия положительно влияла и на функциональное состояние почек, которое выражалось в повышении скорости клубочковой фильтрации и снижении показателя цистатина С в крови. Таким образом, признаки хронической болезни почек у больных с хронической сердечной недостаточностью встречаются в 39% случаев в виде повышения показателей цистатина С в сыворотке крови и снижения скорости клубочковой фильтрации. С утяжелением ХСН показатели функции почек ухудшаются. Для больных также характерна гипертрофия левого желудочка со снижением его диастолической и систолической функций. Временные спектральные показатели вариабельности ритма сердца свидетельствуют о более значимом снижении влияния вегетативной нервной системы на сердечно-сосудистую систему. У больных также с признаками хронической болезни почек снижение общего воздействия вегетативной нервной системы на сердечно-сосудистую при относительной симпатикотонии сопровождается гипертрофией левого желудочка с ухудшением его систолической функции. С утяжелением хронической сердечной недостаточности также замечено снижение вегетативных влияний и ухудшение функционального состояния почек. Также сочетание ХБП и ХСН ассоциируется с изменением вагосимпатического баланса в сторону симпатических влияний. И комплексная патогенетическая терапия не только обуславливала регресс в недостаточность кровообращения, но и улучшает функциональное состояние почек. Это в свою очередь сопровождается достоверной тенденцией к восстановлению вагосимпатического баланса, снижению симпатических и повышению парасимпатических влияний на сердечно-сосудистую систему. Спасибо за внимание. Великолепно. И, уважаемые коллеги, будут ли вопросы к уважаемому докладчику? Они действительно будут. Во-первых, хотелось бы отметить, я тоже хочу, чтобы вы тоже присоединились, хотелось бы отметить, что вот тут, конечно, чувствуется продуманность, то есть все-таки прошли через эти жернова, все это дело переболели, и действительно, в общем, это уже ваши, вы настолько с этим глубоко сроднились. Так все-таки скажите, пожалуйста, ну вот, нет, действительно, это очень интересный вопрос, по поводу цистатина С. Имеет ли он действительно право на жизнь, как рутинный метод определения? Или все-таки это, с учетом его особенностей, может быть, относительной редкости, и может быть, чуть больше дороговизны, чем обычный кокротинин, все-таки зарезервировать для кого-то из каких-то особенных пациентов? Или все-таки, опять-таки, нужно его пропагандировать, чтобы его брали всем? Ответьте, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Действительно, показатель цистатина С, он не является рутинным методом обследования, потому что он дороже, но у него есть ряд особенностей. Он не зависит от таких показателей, как масса пациента, возраст пациента, мышечная масса пациента, поэтому он является более достоверным. И, как мы заметили, он начинает снижаться еще на более ранних признаках в стадии хронической сердечной недостаточности, то есть уже при первом, втором функциональном классе, что заставляет задуматься о том, возможно, назначение нефропротективной терапии для сохранения функции почек. Поэтому я думаю, что этот анализ, его нужно продвигать, его нужно вводить в практику, широко использовать. Так он действительно является показателем на более ранних стадиях, фактором негакуриятного прогноза для состояния функционального почек. Спасибо большое. Анастасия Семеновна, будут ли у вас вопросы? Татьяна Евгеньевна, спасибо вам большое за доклад. Все донесли четко. Чувствуется действительно, что работа завершена, но есть над чем поработать. Да, продолжайте, есть. Успехов вам. Ждем на наших конференциях. Великолепные аплодисменты. Уважаемые коллеги, мы прослушали все доклады, но действительно, у нас даже чуть больше было времени. Конечно, хотелось бы спросить, кто бы еще хотел что-то сказать по поводу... Наверное, нет. Ты знаете, всегда вспоминаешь, когда есть такая большая аудитория, а тут действительно собрались люди мотивированные, которые, с одной стороны, готовились, с другой стороны, те, которые болеют. Но все время, когда вот есть эффект массы, и когда вдруг спрашивают, а есть ли вопрос, и сразу возникают у людей две мысли. Первая мысль. Я сейчас встану, при всех задам этот вопрос, а он будет такой идиотский, что все подумают, какой дурак. А другой сидит такой же рядом и думает, вот я сейчас встану, задам свой умный вопрос. И он будет настолько вычурным. Все подумают, господи, и снова выпендривается. И реально действительно возникает а-ля кулуар, когда действительно возникают эти обсуждения. И тогда, если у нас на этот раз не будет вопросов, я, конечно, прошу своего уважаемого сопредседателя Анастасии Семеновну, сделайте, пожалуйста, тогда заключительное слово, и потом дайте мне. — Уважаемые участники, проделали большую работу, успехов вам, ждем вас на наших конференциях. Вы большие молодцы на самом деле. Сегодня очень четко донесли свою тематику, постарались, готовились, успехов вам. — Спасибо большое. И я также присоединяюсь, вот буквально, ну вот то, что вы сказали, извините, сложно говорить сидя, потому что, ну, в силу особенностей мне приходится встречаться с докторами и молодыми, и немолодыми, и видеть работы, ну, фактически все, что делается в нашей стране, в различных уголках, и за пределами нашей страны, и участвовать в заседаниях, посвященных защите ТПХД, в общем, в ряде зарубежных стран. И я хочу сказать, первое, комплимент организационному комитету, который отобрал именно вас, для того, чтобы вы просто стали и сказали вслух. — Действительно, и качество докладов, и, в общем, персонажи, персонали докладчиков, конечно же, заслуживают огромного уважения, и это действительно всероссийский, и, можно сказать, если дальше будет вот так же продуманно, доведено до конца, как вот в том числе последний доклад, конечно же, это и международный уровень, и надо стремиться свои работы подавать и печатать. Конечно, это огромный труд сделать работу, но дальше эту работу, как и любое произведение, его нужно популяризировать, его нужно отдавать в публикации, даже если ваша диссертация уже защищена, и, конечно же, подавать на международные конгрессы, и, конечно же, выступать перед большими аудиториями. Очень хотелось бы еще раз отметить высокий-высокий уровень докладчиков, потому что доктор, который может сформулировать свою мысль, он, конечно же, бесценен. И, ну, конечно, вот эти банальные слова, чтобы впереди у вас блестящее будущее, по крайней мере, вот этих уважаемых коллег, которые мы видели, поверьте, поверьте, это действительно так, поверьте, это лучшее из того, что, в общем, встречается, что можно увидеть в последнее время. И как вы этим распорядитесь, но это будет тоже зависеть исключительно от вашей воли. С точки зрения пожеланий, опять-таки, не потому что никаких, никоим образом не воспринимайте, как замечания, да. Самое частое, что приходится преодолевать, это преодолевать себя. Когда стоишь перед огромным скоплением людей, эмоции, конечно, возобладают. Чтобы хорошо говорить, ну, опять, да, чтобы голос в конце доклада не повышался, да, и чтобы хватало дыхания, не дышите грудью, да, можно спрятать свой живот за какой-то трибуной, по крайней мере, дышать животом. Вот у трех докладчиков это было заметно, когда говорили, говорили широкой груди, и в конце концов не хватило дыхалки. И очень часто, но еще раз говорю, лектора поворачиваются спиной к аудитории. Мы рассказываем аудитории, это тоже, ну, это тоже отрабатывается. И еще, на тот самый момент, когда губы вдруг начинают сохнуть, язык начинает прилипать к небу, и ты понимаешь, что тебе вообще ничего не хватает, обычно рекомендуется выпивать, ну, не меньше литра жидкости перед непосредственно выступлением. Ну, конечно же, извините, тут очень много было почечных работ, все доктора. Объем мочевого пузыря при нормально функционирующих почках тоже имеет большое значение, но это уже может быть менее серьезно. Таким образом, еще раз, огромное, я благодарю Анастасию Семеновну за великолепное председательствование, благодарю уважаемых докладчиков от имени, ну, в первую очередь, Организационного комитета Российского кардиологического общества, уровень действительно такой, что вам надо выходить дальше за пределы, в общем, в Нижегородской области за пределы России, безусловно, однозначно так. И огромное вам спасибо. То, что вы этот день, сегодняшний, субботу, выходные провели здесь, на самом деле должно наполнить вас чувством удовлетворения. Вы отработали, и отработали великолепно, отработали блестяще. И будущее вам это докажет. Спасибо вам. Вам эти аплодисменты.